32 градуса днём, 23 ночью. Аномально жаркое лето подарило жителям Мордовии много солнечных и очень тёплых дней. Почти такой же июль был в 2010 году, но абсолютный температурный рекорд тогда достиг 38 градусов. На этот раз 34-35. Но и этого горожанам оказалось достаточно. Они разделились на два лагеря. Тех, кому и дома юг, и тех, кому некомфортно. Скажите, пожалуйста, как жару переносите? Нормально. Не надоело? Ну, жара. Любая погода хорошая. Жару плохо. Передавали он где-то в пятницу уже. До 16 градусов днём будет. Да, да, да. Это хорошо. Хорошо или нет, узнаем в ближайшие сутки. Синоптики подтверждают. Перемена погоды грядёт. Но похолодание не будет резким. В середине недели антициклоны уже сдают свои позиции. Давление постепенно падает. И начнётся перестройка атмосферных процессов. Жара спадёт. Но такое явление будет постепенно. То есть в середине недели ночной температуры ещё 15-20. А днём 20-25 градусов. А к концу недели дальнейшее ослабление жары. Ночью температура составит 13-18. А днём уже 20-25 градусов. Вот такой характер погоды, он ожидается до конца недели. То есть такая изнуряющая жара уже всё закончится. Шквалистый ветер, ливень, грозы и локальный град диаметром до 3 сантиметров. Это последствия арктического вторжения, которые будут наблюдать на всей европейской части страны. Прохождение фронтов будет сопровождаться грозами, локальными грозами. То есть местами они будут 0-0 миллиметров, а где-то и до 11-12 миллиметров. Грозы ожидаются на территории республики и местами локальный град. Но к концу недели температура воздуха достигнет своей климатической нормы. По ночам свежее, днём до 26 градусов. Так что рано провожать лето. Алена Маскалёва, Константин Соколов. Наш Новости.